Я буквально только-только приехала в Одессу, и, естественно, когда приезжаешь, на тебя сразу все наваливается, в омут с головой в работу, и, конечно же, так как я пропустила видео в четверг, ничего не вышло, за что я, кстати, очень сильно извиняюсь, и мы об этом с вами поговорим немножко потом, я, конечно же, захотела первым делом сразу сесть перед камерой и записать какое-то видео, но я вот открыла свой ежедневник и посмотрела список видео, которые я запланировала, и я поняла, что нет, я пока это все снимать не хочу, вот первым делом мне просто хочется сесть перед камерой и поговорить со своей аудиторией, потому что как-то хочется войти в ритм, я уже довольно давно не снимала, для вас вроде это был перерыв в один выпуск, но для меня это перерыв где-то в две недели съемки было, поэтому я хочу немножко пообщаться, тем более у меня есть несколько новостей, несколько событий, мне кажется, было бы интересно это все обсудить, с вами как-то пообщаться, но так как я вообще без макияжа, естественно, мы будем не только общаться, я еще буду краситься новой косметикой, я выбрала здесь несколько новых продуктов, которые вот буквально только-только я получила, и мне хочется их попробовать и хочется их продемонстрировать в действии, поэтому сегодня будем краситься, обсуждать какие-то последние новости, если вас такой формат интересует, то, конечно же, вы по адресу. Новых теней у меня, в принципе, никаких нет, поэтому я буду пользоваться своей вот этой вот палеткой рефилов, здесь, в принципе, практически все рефилы, это рефилы Colorpop, и я сегодня хочу сделать макияж, вот очень многие в последнее время начали его комментировать, я начала делать полностью матовый макияж на верхнем веке, и какой-то шиммер снизу, и настолько сильно он начал нравиться, что я получаю все время одни и те же комментарии, покажи этот макияж, как его делать, и начну я с оттенка, наверное, который называется Belle Air, это самый, наверное, нейтральный такой транзитный оттенок у Colorpop, у них очень много, по крайней мере, было до поры до времени, именно теплых оттенков, а с холодными вообще у них была печалька, их вообще практически не было, вот сейчас у них появилась только палетка, вышла недавно, Fame она называется, я, кстати, хочу ее заказать, я ее увидела вживую, она мне так понравилась, хотя по сайту я бы не сказала, что она мне сильно нравилась, но вот я ее увидела вживую, и она мне прям очень понравилась, я хочу ее заказать. Так вот, что касается новостей, как я и сказала, я только-только вернулась, мы на самом деле с мужем за последние полторы недели объездили всю Украину просто, потому что первое, куда мы поехали, это в город Ровно, это Западная Украина, у меня и у Никиты там сейчас живут родители, мои родители и Никитина родители не живут в Одессе с нами, потому что в Одессу, ну вообще я, моя историческая родина, скажем так, с Одессы, мои родители изначально здесь жили, потом мы переехали на Запад, когда мне было 9 лет, так вот, и на Западе я прожила всю свою как бы сознательную жизнь, грубо говоря, а потом уже, когда мы с Никитой начали встречаться, то как-то все слово за слово, я говорила, как я люблю Одессу, как я по ней скучаю, и я сюда ездила каждый год на каникулы летние, пока в школе училась или в институте, и как только я закончила институт, и Никита тоже закончил свой университет, мы решили, что мы хотим сюда переехать, ну и вот, собственно, мы сюда переехали, а наши все близкие остались там на Западе, и главной причиной, почему мы туда поехали, было то, что приехал мой брат, он уже 3 года, да, где-то 3 года живет и работает в США, поэтому как бы мы с ним не виделись все это время, и, естественно, когда он приехал, я хотела с ним встретиться, хотела увидеться вживую, с ним пообщаться. Дальше я возьму вот этот оттенок, он называется Manhattan Coffee Run, это вообще оттенок, который был в коллаборации с Sony Yesman, он уже снят с производства, у них есть в обычной линейке оттенок Conundrum, вот они очень похожи, но мне оттенок Sony Yesman нравится немножко больше, поэтому я чаще всего использую этот оттенок, а не тот, который, вот видите, они, в принципе, между собой очень похожи, вот эти два оттенка, так вот, мы приехали туда, по-моему, 25 августа, и на следующие выходные у Никиты был запланирован корпоратив в Харькове, от его компании, где он работает, и мы подумали, что это, наверное, хорошая возможность все совместить вместе, потому что мы можем поехать в Ровно, оставить там Сэммика на три дня и поехать на корпоратив в Харьков, потом вернуться назад в Ровно, забрать Сэммика и уже поехать в Одессу, так мы, собственно, и сделали, но это, мы, конечно, наверное, переоценили свои силы, потому что это было очень сложно, на самом деле, мы действительно проехали, грубо говоря, всю Украину за полторы недели, то есть сначала с юга мы поехали на запад, потом с запада мы поехали через центр, через Киев, мы поехали в Харьков, потому что напрямую билетов уже не было на поезд, и мы поехали в Киев, потом из Киева в Харьков, потом из Харькова в Ровно, потом из Ровно в Одессу назад, короче, это было очень напряжно, конечно, и мы приехали, мы уже вообще полумертвую вообще вернулись в Одессу, но, тем не менее, время очень классно все равно провели, что касается Харькова, я там была не первый раз, но каждый раз, когда я туда возвращаюсь, мне этот город все больше и больше нравится, я не знаю, мне настолько сейчас он понравился, особенно в сравнении с Одессой, вот, я не знаю, может быть, у меня замылился взгляд, а может быть, оно так и есть на самом деле, но Одесса, мне кажется, в последнее время сдает позиции очень сильно, потому что ею как будто никто не занимается, ну, я имею в виду, наверное, местные власти, да, то есть город становится очень грязным, очень неухоженным, и меня это ужасно расстраивает, потому что, почему мы изначально переезжали в Одессу, потому что я считала Одессу самым лучшим городом в Украине, и вообще, я обожаю находиться возле воды, для меня это очень важно вообще, жить возле воды, возле, я не знаю, моря, возле океана, это мое идеальное место проживания, скажем так, так вот, в Харькове мы провели просто потрясающие, ну, получается, два с половиной дня, безумно красивый город, безумно ухоженный, все чисто, все, газончики пострижены, все так красиво сделано, парк Горького, я вообще молчу, для меня это было как визит в Диснейленд, вот честно, настолько красивый и тематический парк, мало того, что там все ухожено, мало того, что там все очень красиво, короче, это трудно описать, это надо именно увидеть, можете погуглить, кому интересно, парк Горького и картинки посмотреть, очень красиво, очень ухожено, все эти скульптуры, все эти проволочные скульптуры, там вот это вот место с одуванчиками, вечером эти одуванчики кажутся просто настоящими, они высотой где-то, наверное, с фонарный столб, и когда вечером ты не видишь, ну, что это скульптура, грубо говоря, да, вечером тебе кажется, вот реально вот такие огромные одуванчики, там и там фея тоже с этим одуванчиком, очень красиво вообще, вот действительно, у меня было впечатление, что я в Диснейленд попала, там милашливые какие-то домики, какой-то вот, я не знаю, там куча зон, вот куда ни пойди, в какую сторону ни пойди, там какая-то своя история, и вот все нужно разглядывать и фотографировать просто вечно. Теперь я возьму вот такую вот плоскую кисть, и какой-то оттенок темный мне нужен, я, наверное, вот этот буду брать, это оттенок, который называется Cloud9, и я его наношу на эту кисть, и потом буду прикладывать, я вам сейчас покажу, как я это делаю, то есть я его прикладываю вот так вот по диагонали, для того, чтобы глаз сделать как-то более, ну, вытянутым, наверное, да, но в то же время не кошачий глаз, да, когда там какие-то там стрелы супер-пупер, но вот просто вот так вот я делаю, и мне очень нравится, то есть я сначала приклопываю этот оттенок, а потом беру растушевочную кисть и уже подтушевываю края, вы потом это тоже увидите. И вообще, знаете, какое у меня впечатление еще по поводу Харькова сложилось, что этот город намного более туристический даже, чем Одесса, ну, город просто гудит вообще, на самом деле. Ну, я уверена, что для харьковчан, которые живут там, вы наверняка знаете о проблемах своего города, да, о каких-то недостатках и так далее, там, возможно, есть какие-то районы не очень ухоженные, но в то же время как бы я видела то, что я видела, да, и я говорю о своих впечатлениях как бы от того, что я увидела. И сравнение с тем, что у нас, мне понравилось гораздо больше, да, даже если сравнить нашу Дерибасовскую и наш вот центр, то гораздо более как-то живой город, что ли. Мы были там в абсолютно обычный день, это был никакой не праздник, ничего, но там и фонтаны работают, и какие-то световые шоу, здесь какой-то один концерт, там другой концерт. Куча, огромная куча людей, огромная куча заведений, причем, кстати, заведения вот вообще на 100% в нашем стиле, потому что основная часть заведений это либо кофе, либо мясо. Кофе, мясо, мясо, кофе, то есть вот ты идешь и так, а, кофейня, кофейня, о, какое-то мясное заведение, о, опять кофейня, опять мясное заведение, и они просто вот так вот один за другим, один за другим, даже не знаешь, куда зайти, потому что все внешне привлекательно, люди тоже очень понравились, люди очень стильные, яркие, интересные. Опять-таки вот в Одессе мне этого не хватает, потому что Одесса, опять-таки, из-за того, что это больше именно морской отдых, да, здесь шлепки, шорты, майки, ну, вот такой вот основная картина вот города, именно такая, особенно летом, а там вот такие вот очень стильные личности, их очень много, я ходила только вот так вот по сторонам смотрела, мне это реально очень сильно вдохновляло, очень красивые люди. На все века я буду наносить вот этот вот светлый оттенок, тоже очень его люблю, это Colourpop Hear Me Out, этот оттенок, он светлый, но, знаете, такой вот действительно его видно, потому что есть такие светлые оттенки, которые наносишь на века, а как будто нанес, не нанес, вот он как пудра ложится, а этот ложится так, что его видно, то есть вот, видите, вот реально видно, что ты положил какой-то оттенок на века. Так вот, вернулись мы потом из Харькова, А, кстати, я выкладывала в сториз, в инстаграм, корпоратив у Никиты проходил в Харькове в аквапарке Нему, у нас в Одессе он тоже есть, но в дельфинаре именно самом я никогда не была, и я выкладывала в инстаграм иронический пост такой, что я, живя в Одессе, первый раз именно поплавала полноценно, в сентябре в Харькове, а все потому, что вот эту вот радость я задумала, и я, честно говоря, сама не думала, что это займет настолько много времени, я думала, что, ну, недели две-три, и все, как бы это все закончится, и я смогу себе насладиться летом. Но сейчас уже сентябрь, а она еще до сих пор не готова, то есть у меня еще один сиан запланирован, ну, вот так вот сдалека может и кажется, что все готово, но в то же время здесь есть еще некоторые моменты, которые нужно доделать просто, в основном это моменты контрастности, то есть есть места, которые мне не нравятся, потому что сливается, скажем так, рисунок, и мне хочется его больше как бы, ну, вот именно светотень, да, то есть где-то добавить тень, где-то добавить свет, чтобы больше было именно контрастности, вот до такого идеала я хочу довести свою татуировку, поэтому еще точно один сеанс будет, а там посмотрим, в общем-то. Добавлять подводку, да, наверное, добавлю подводку, но это я сделаю, наверное, за кадром, потому что я не представляю, как можно разговаривать о чем-то, концентрироваться на какой-то мысли и еще выводить стрелки, это, наверное, просто нереально, поэтому я сейчас нарисую стрелки и вернусь к вам, продолжим макияж. Ну что, мы можем приступать к консилеру, я буду использовать, как обычно, Maybelline, оттенок Brightener, и, кстати, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня появился новый объектив для моей камеры, это был подарок от моего брата, я вообще не ожидала, что он мне сделает такой шикарный подарок, но, короче говоря, я не знаю, заметили ли вы разницу в качестве, но это гораздо более крутой объектив, чем у меня был, это ужасно дорогущий объектив, огромное ему спасибо за этот замечательный подарок, для меня это действительно вещь, которую я бы себе еще очень долго не позволила, то есть это действительно очень дорогая вещь, особенно он себя будет круто проявлять даже не в студии, а если я буду снимать что-то другое, там, может быть, на улице, где не совсем хорошее освещение, или какие-то условия, скажем так, не такие студийные, как здесь, да, с кучей освещения, он там себя показывает, конечно, просто вообще, как монстр, и фотографирует, да, фотографии, конечно, просто небо и земля по сравнению с тем, что у меня было, потому что, в принципе, съемка была и так, я считаю, достаточно хорошего уровня, но фотографии, ну, как бы были очень базовыми, скажем так, но когда я начала снимать именно фотографии, тестировать на этом объективе, вот фотографии просто вообще нереальная разница, очень круто, сразу видно, что объектив ужасно дорогущий, ой, поэтому я довольно просто, даже не как слона, как 10 слонов, потому что это действительно подарок, знаете, небездумный такой, вот это, ну, не сумка какая-нибудь дизайнерская, да, хотя за эти деньги можно и дизайнерскую сумку купить, ну, толку от нее, да, ну, ходила бы я с ней, там, все бы думали все равно, что это сумка с 7-го километра, вот, и как бы, ну, и толку, да, а это именно такой крутой подарок, который вклад в меня, в мою профессию, в то, чем я занимаюсь, короче говоря, я очень довольный, поэтому в очередной раз огромнейшее просто спасибо моему брату за такой шикарный подарок. Сейчас я возьму пудру Pixi на пушистую такую растушевочную кисть и закреплю консилер буквально вот так у ресничного края для того, чтобы потом закончить макияж глаз уже наконец-то и перейти к лицу. Вы знаете, я, наверное, нанесу самый классический вариант, это просто вот такое вот классическое золото, даже не золото, а такое что-то среднее между золотом и бронзой, это оттенок Save It For Later, и в последнее время мне очень нравится вот просто подводить нижнее веко тоненько такой линией. Мне кажется, это выглядит с одной стороны красиво, а с другой стороны не броско. Короче, понравился мне такой тип макияжа, потому что раньше я очень много наносила металлика на веко, но как-то я не знаю, может действительно возраст влияет или что, вот как-то вот такие вот кричащие вещи я все реже и реже начинаю использовать, хотя я до сих пор это очень люблю. Вот не знаю, во мне всегда сочетаются два человека, как будто с одной стороны мне хочется чего-то нестандартного, да, например, как татуировка на все предплечье, а с другой стороны меня очень тянет к классике, поэтому когда я, кстати, сказала про татуировку, и вообще все были в шоке, не только зрители на YouTube, но и люди из моей жизни, скажем так, тоже были очень в шоке, потому что все мне говорили, ты не ассоциируешься с татуировками абсолютно, я у всех спрашивала, почему? Они все говорили, ты очень такая вот классическая, такая вот какая-то девушка, вот тебя нельзя представить в чем-то таком вот сумасшедшем, там в татуировках по всему телу, то есть это как будто не твое, но во мне это было всегда, то есть во мне всегда сочетаются две вещи, с одной стороны мне хочется чего-то яркого, креативного, а с другой стороны мне хочется чего-то элегантного и классического, и вот во мне это всегда было, что в одежде, что во внешнем виде, блин, как я протупила, я сделала матовый макияж, но при этом у меня были новые тени от Colourpop, которые вот буквально только-только ко мне приехали, я купила вот новую серию, вот эту Jelly Match, я взяла оттенок Wee Jamming, и я хотела сегодня его использовать, но у меня просто это как-то вылетело из головы, я заговорилась, я не знаю, почему я решила делать матовый макияж, если я точно знала, что я хотела использовать эти тени, ну ладно, видимо, на следующий раз придется отложить это, я, кстати, их еще не пробовала, вот такой вот оттенок, это самый, наверное, опять-таки классический, который можно себе представить, может быть, хотя бы их нанести во внутренний уголок глаза, но чтобы хоть как-то вам их показать сейчас, ну, естественно, я полноценно сделаю макияж уже с ними в другой раз наверняка, для тех, кто не знает, это такая вот как гелеобразная такая текстура, может быть, надо было просто нанести это на нижнее веко, эти тени вместо сухих, которые я нанесла, ну, ярко выглядит, я считаю, очень ярко выглядит, самое главное, это то, как они будут держаться, потому что вообще супернова тени, это просто какой-то дичайший кошмар, я ненавижу просто эти тени у Colourpop, а вот это, по-моему, как раз то, как должны были себя вести супернова, то есть очень ярко, и в то же время нормально при этом растушевываются. Ух, не прошло и 33 года, и наконец-то с глазами я закончила, а теперь я буду наносить тон. Какой тон я буду наносить, я вам не скажу, потому что это будет для вас сюрприз в следующем видео, но я очень долго уже делаю обзор этой тональной основы, то есть это далеко не первое впечатление будет, и, в общем-то, посмотрите. Я вам очень советую не пропустить следующее видео. Тон на месте, теперь я могу переходить к контурированию, я буду использовать свою любимую палетку от Makeup Revolution, Renaissance Glow, и у меня здесь очень удачная кисточка в дороге примялась, как раз такая форма, вот идеально для коррекции, хотя на самом деле она просто, ну, вот, как бы такой вот классической формы должна быть, а здесь она чуть-чуть у меня примялась, ну, думаю, ну, ладно, в общем-то, в принципе, по-моему, неплохо будет работать. Кстати, меня тоже спрашивают периодически, что это за кисти, это китайские кисти до колор, у меня это был большой набор, там очень много кистей, там что-то 39 или 20, ну, короче, их очень много там в наборе, но они, по-моему, продаются отдельно. На самом деле это нормальная кисть, но, знаете, она звезд неба не хватает, но нормальная кисть. И вот, кстати, когда я делаю коррекцию, последнюю тему, которую я хотела бы обсудить, это тема диеты. Ой, на самом деле мне немножко стыдно в этом признаваться, не знаю почему, вроде бы ничего в этом такого нет, и все с этим сталкиваются, ну, короче, я за последний год набрала вес, я скатилась к тому весу, который у меня был вообще за всю мою жизнь максимальный. И на меня это сейчас очень сильно давит, и у меня сейчас тот период, когда многие вещи, которые мне нравятся, мне не хочется одевать, потому что я вижу, что там где-то что-то вылазит, не то, что мне, скажем так, совсем комфортно показывать. И я себя ужасно за это корю, потому что у меня был мой идеальный вес, и вот я сама себе говорю, блин, вот какой надо быть дурой, чтобы иметь идеальный вес, идеальную фигуру, которой я реально наслаждалась, и вот какими-то пиццами, и пастами, и какими-то походами в кафешки, это все просто вот снивелировать, полностью. И, короче говоря, я решила опять взяться за голову, опять взяться за какие-то, за правильное питание, диетами я никогда себя не мучила, скажем так, никогда, у меня не было какого-то повернутости насчет там подсчета калорий и так далее. Кто смотрел мою серию видео о похудении, когда я была на правильном питании, те видели, как я, в принципе, питаюсь, и у меня никогда не было такой паранойи, знаете, ой, надо считать калории, ой, а как это я там какой-то фрукт съем на ночь, это же вообще, это категорически запрещено. Я пропускала это все через призму адекватности какой-то, и вот у меня так вот по жизни всегда, я любую информацию, которую я воспринимаю, я никогда не воспринимаю ее, вот знаете, что вот этой информации надо теперь поклоняться и боготворить ее, и ни в коем случае не поддавать сомнению, потому что вообще, мне кажется, это какой-то глупый подход, я заинтересовалась диетой кето, но хочу сразу здесь сделать поправку, я специально даже не читала, в чем принцип этой диеты, то есть я знаю, там у нее какие-то заморочки есть, у меня просто подруга сейчас на этой диете, она сказала, что ей очень понравились рецепты, я отканусь, скинь мне этот сайт, я, кстати, могу вам его оставить, если вам интересно, вы мне скажите, я вам оставлю. Короче, я посмотрела на этот сайт, и я поняла, что вот эти рецепты, это в принципе то, что я обычно себе и готовлю, но чем мне понравилось, это тем, что там очень разнообразно, и если брать оттуда вдохновение, скажем так, то получится просто, что это меня будет заставлять выходить за рамки привычные, то есть если я обычно думаю, ну что бы сделать, ну ладно, там возьму кабачки, там какие-то баклажаны, там что-то придумаю, там какое-то мясо, что-то там сделаю, а здесь как бы настолько разные рецепты, то есть разные овощи используются, да, в готовке, там где-то брокколи, где-то обычная капуста, где-то цветная капуста, где-то кабачок, где-то там еще что-то, то есть получается просто более широкий спектр питания, и вот это меня и зацепило, потому что я в последнее время питаюсь как-то очень однообразно, и меня это прям вообще совсем не радует, потому что в плане здоровья это вообще ничего хорошего. Беру Герлен Терракота Бронзер, и как я и говорила, для меня это бронзер-румяна, и мне очень понравилось как раз-таки его использовать, вот своего рода как румяна. Переходя к бровям, я буду использовать все те же три продукта, это карандаш Colorpop, карандаш от Vivienne Sabo, и фиксирующий гель от Rilouis. Так вот, кстати, по поводу диеты я начала говорить, я вообще задумала, может быть, в Инстаграм выкладывать рецепты, которые я делаю, которые мне нравятся, и я думала делать это не в ленту, а в сториз, потому что я сториз вообще с ними особо не дружу, как-то у меня на них не хватает или вдохновения, или времени, я не знаю, от чего мне не хватает, но я как-то сториз сама особо не смотрю, и вот сама я не снимаю, но в то же время я подумала, может быть, это будет интересно, я буду выкладывать фотографию того, что у меня получилось, и плюс фотографию самого рецепта, кому это будет интересно, тот может повторить, и там сейчас можно создавать вот эту вот историю, вот в этих вот кругляшках, там можно создавать историю, сохранять все сториз, то есть, чтобы они не исчезали, и я думаю, может какую-то подборку сделать, я не знаю, будет это кому-то интересно или нет, потому что я периодически получаю комментарии, как там твое питание, ну покажи какие-то новые рецепты, а мне просто стыдно признаться, что мое питание это макароны с сосисками, пиццы, ну и в общем-то все в таком духе, какой-то фастфуд, джанкфуд, ну вот в принципе я основные новости рассказала, расскажите мне, как у вас лето прошло, что видели, куда ездили, может быть кто-то в отпуск ездил, ну наверняка ездили многие в отпуск, потому что лето это сезон отпусков, для губ у меня есть новая помада, которую я еще ни разу не пользовалась, это помада от NYX, называется серия Sleep Tees, и оттенок у меня первый I woke up like this, это должно быть что-то очень нудовое, давайте посмотрим, ну что ж, наносится очень приятно, текстура такая как масляная, очень тоненькой пленкой можно наносить, пока очень приятно, посмотрим как она застынет на губах, и насколько это будет комфортно или дискомфортно, и самое последнее, чем я хочу закончить сегодняшний макияж, это спрей, вот такой вот я заказала, Old Star от Colourpop, этот спрей гораздо больше по объему, чем раньше был их фиксирующий спрей, у меня раньше был вот этот Crystal, и если их сравнить, то разница конечно очень большая, здесь 118 мл, а здесь 55 мл, то есть грубо говоря, в два раза больше здесь объем, и я читала отзывы, там все жалуются на сам именно спрей, потому что он именно более такой капельный, нежели распыляющий, поэтому посмотрим, как это будет работать на самом деле, и вообще я подумала, что если вдруг он мне не понравится, то я всегда могу просто им сбрызгивать кисть, для нанесения каких-то металлических теней, поэтому в любом случае не заваляется, ну не могу сказать, что плохой у нее спрей, мне кажется, что вот здесь даже он может быть попроще, хотя на самом деле, мне кажется, они абсолютно одинаковые, вот если их сравнить, абсолютно одинаковые, по-моему, носики здесь, что здесь, что там, поэтому как бы для меня, ну вполне нормально, я не могу сказать, что он прям плюет в лицо, ну да, это, конечно, не самый мелкодисперстный мист, но тем не менее, вполне, по-моему, нормально, как за 10 долларов, так вообще, и на этом я уже буду прощаться, если вы здесь впервые, или еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот, и еще оставлю вам несколько видео, если вы еще хотите дальше со мной продолжить общение, обязательно посмотрите одно из этих видео, или оба эти видео, как вы уже там себе решите, а если вы их смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.